Следующий наш участник это Никита Грибалев, PHP-разработчик, лидер команды и веб-архитектор. Он расскажет нам о том, как именно математика упрощает жизнь программистам. Меня зовут Никита Грибалев, я там вот все это, что перечислили, и я буду рассказывать вам, пытаться, по крайней мере, рассказать, как-то обосновать, нужна ли программистно-математика, что математика дает программисту, зачем она, как он может ее использовать и так далее. Сразу скажу, что я не математик. Более того, я даже не закончил 5 курсов университетского образования, и к этой мысли я пришел сам чуть позже. Ну, приступим. То есть, ну вот наше высшее образование, особенно белорусское, оно практически, вот образование программистов, даже программистов технических, технических специальностей, там в РТИ и так далее, оно содержит где-то там в среднем, наверное, 2-4 года изучения математики. Разных ее аспектов, в том числе, в БГУИРе 2, а потом еще начинается дискретная математика, еще начинается там математическая логика. Ну, я на фиту учился, например. А, ну вот, может быть. Короче, вот, соответственно. И в то же время в этом же техническом БГУИРе практически не учат программированию. Да, то есть, да, там есть немножко этого Delphi, да, то есть немножко какого-то ассемблера, немножко маткада, но в целом вот эти лабораторные работы, они проходятся очень быстро, очень, ну, практически, я даже не знаю, ну, не дают эффекта программирования. Здравствуйте, люди. Так вот, вы думаете, что, да, то есть программы в этих университетах составляют какие-то психанутые ученые, министры образования и так далее, которые совсем ничего не понимают в программировании? Опачки. Еще, еще, еще. Сложно, сложно. Так, что-то я такая... А, вот. Так вот, исторически сложилось, что программирование и, в принципе, первая электронная вычислительная машина, она была создана математиками для решения обычных стандартных математических задач. Вот, например, каждый день им приходилось складывать 12 и 14, 13 и 17 и так далее. И вот Паскаль взял и изобрел машину, которая умеет складывать, складывать целые числа, складывать и вычитать. Потом, кажется, Тьюринг, по-моему, да, он изобрел машину, которая умеет еще и умножать и вычитать, умножать и делить, и так далее, и так далее. Достаточно быстро развивались электронно-вычислительные машины, и вот мы имеем уже сейчас персональный компьютер четвертого поколения. То есть с большего практически все время, да, то есть за всю историю вот достаточно сравнительно недавно программирование стало использоваться для того, чтобы обсчитывать какие-то даже не знаю, такие прикладные задачи, да, то есть такие, как учет, там, посещение людей, учет, там, каких-то, я не знаю, ну, я не знаю, ненаучные данные, скажем так. Еще вот буквально, когда моя тетя училась на том же ФПМ, большинство задач, которые они решали на тех, как это, тех, я даже не знаю, на тех громадных электронных ЭВМ, да, они были все научного характера, они обсчитывали всякие геологические данные, они обсчитывали всякие физические процессы, они моделировали движения частиц, столкновений и так далее. Так вот, то есть, ну, можно ли сказать то, что сейчас это все уже не актуально, и нам вообще не нужна математика? Однозначно можно сказать то, что вообще весь сам по себе процесс изучения и понимания математики, он развивает наше мышление, да, то есть мы учимся мыслить, как, я даже не знаю, как какие-то алгоритмизаторы, что ли, да, как программисты. То есть вот программирование, несмотря на то, что сегодня оно кажется уже каким-то достаточно самостоятельным, да, оно все еще основывается в большинстве своем на каких-то математических алгоритмах, более того, большинство текущих задач, которые решают программисты, они все имеют математическое обоснование, математическое доказательство, и в принципе в свое время были сформированы математиками. Все эти алгоритмы по сортировке, сортировке каких-то множеств, сортировке массивов, по поиску, вхождение строки в подстроку и так далее, все это математические алгоритмы, которые реализованы на языках программирования. То есть также математика предлагает достаточно простые решения сложных задач. Допустим, задачи маршрутизации мы можем решать с помощью теории графов, задачи движения каких-то трехмерных элементов мы можем решать с помощью матриц, с помощью дифуров и так далее. То есть вот все это, все это то, с чем приходится сталкиваться программисту определенных сфер, это все есть математика. И эта математика, она просто необходима. Нужно как минимум знать математику на этом уровне, чтобы иметь возможность, я не знаю, построить там какую-то движущуюся 3D модель. Но, хотя вот большинство алгоритмов математики, они действительно берут алгоритмов в программировании и берут свое начало в математике, все-таки быть хорошим математиком недостаточно для того, чтобы быть хорошим программистом. Программист на сегодняшний день это уже очень, можно сказать, такая абстракция, надстройка и возможно даже что-то независимое от математики, то есть этот человек, который должен понимать, что вообще он делает. Я бы сказал, что в какой-то мере программист это лингвист, который умеет общаться с компьютером, то есть на своем языке программирования, на том, в котором он пишет, легко может освоить другой и так далее. Он понимает какие-то базовые понятия, сегодня очень популярно объектно-ориентированное программирование, чтобы писать программы с использованием ООП, нужно очень хорошо представлять себе, как выделить какую-то сущность в этот непосредственно объект. То есть для этого нужно обладать хорошим абстрактным мышлением. Соответственно, уже очень большой опыт накоплен в программировании, и для того, чтобы его использовать и не повторять каждый раз, программист должен знать шаблоны проектирование, потом должен понимать такие распространенные практики, он должен чувствовать, что уже реализовано в его языке, что этот язык предполагает, для чего он был изначально создан. Также очень хорошее качество для программиста, это то, что он может написать такой исходный код, который может прочитать другой программист. То есть он должен его уметь соответствующим образом оформлять. Это, конечно, не все навыки, которыми должен обладать программист, но это, наверное, одни из самых значимых. То есть однозначно можно сказать, что программирование на сегодняшний день над математикой действительно достигло какого-то своего уровня абстракции, которое позволяет воспринимать программирование как что-то, как сказать, отдельное, возможно, то есть что-то, возможно, даже как это, независимое. Однако для того, чтобы написать программу на том же высокоуровневом языке программирования, недостаточно просто знать язык программирования. В любом случае нужно понимать, что программирование решает задачи оптимизации, а чтобы оптимизировать какую-то задачу, нужно эту задачу как минимум решить. То есть вот Эйнштейн, ой, Аристотель, простите, он, открывая свой гидравлический закон, он ведь не просто так вот вскрикнул Эврика и вот придумал, что тело, погруженное в воду, вытесняет такой объем жидкости, которая сама занимает. Он до этого несколько, ну, множество лет, он был отличным математиком, хорошим астрономом, физиком, и то есть это понимание пришло к нему именно потому, что он знал все то остальное, что он знал, ну, то, что он постиг до этого. То есть это подтверждает то, что без понимания проблемы решить задачу нельзя. И, соответственно, так же и в программировании. Не зная проблему, ты не можешь запрограммировать ее решение. То есть вот как бы тезис в том, что программирование – это не какая-то невозможная, ну, то есть великолепная палочка от всех проблем. Да, то есть программирование – это не магия. То есть программирование – это проекция вашего решения, вашего решения в программный код, который может повторить за вас машина. Ну, и, соответственно, резюмируя вот этот вот коротенький докладик, я хотел бы сказать, что программировать без математики можно, но для того, чтобы понимать, что именно ты делаешь, что именно выполняет за тебя программа и как это улучшить, необходимо знать математику. Как-то так. Спасибо. Спасибо. Ребята, давайте задавать ваши вопросы. Ты вот говорил, что недоучился в университете, да? Просто такой интересный момент, то есть человек, который путает Аристотеля с Архимедом, высказывает такие реально, ну, как бы, очень глубинные мысли, которые, которых, ну, как бы, дойти нужно еще. То есть они… Ну, ну, честно говоря, я просто немножко волновался, и поэтому у меня имена перепутались. Так вот, если не секрет, за что тебя, ну, или ты ушел, как бы, из-за чего? Я ушел из-за того, что… Я даже… Сложно это достаточно объяснить. Я просто… Мне показалось, что я теряю время. То есть вот на всем моем курсе было, я не знаю, там, 3-4 преподавателя, которые преподавали интересные предметы, да, то есть. Но при этом в целом обучение в университете занимало у меня слишком много времени, которое я мог тратить на получение других знаний. Я, то есть, занимаюсь самообразованием, можно так сказать. Чувак, ты сделал то, чего не сделал я и жалею. Окей. Добрый день, Сергей, компания «Кредотделов». А скажите, вот вы говорите, можно программировать, не знаю, математики. А что еще не обязательно знать, чтобы можно было идти работать с программистом? Стоп! Программировать, не знаю математики, работать с программистом – это слишком, ну, как это, рассеянные понятия, да. Опять же, я мог это упустить, потому что сильно волновался, да, то есть, какие-то минимальные основы, школьные математики, они вам обязательно понадобятся, да, то есть, там, та же дискретная математика, там, для построения деревьев, да, то есть, те же базовые алгоритмы, там, какая-то рекурсия и так далее. Но это все очень легко понять, скажем, изучить, просто изучая само по себе программирование, да, то есть, получится, что это мы, не замечая того, как мы изучаем математику, программируя, мы все равно ее на каком-то уровне изучаем. Другое дело, что нам не нужно ассоциировать это, ну, как это, ну, то есть, для начинающего программиста не обязательно ассоциировать, скажем, вот это вот математика и понимать, из-за чего это все вышло. Он может написать простейший алгоритм, который будет реально, вот как я сказал до этого, просто словами на языке программы, да, то есть, вот я попрошу вас, пересядьте, пожалуйста, на место чуть влево. Это алгоритм. Он закончен, он и так далее, да, то есть, и вот то же самое начинающий программист говорит компилятору, там, или интерпретатору. А я по-другому спрошу. А можно мне еще английский не учить? Очень как-то… Вот, именно для вот такого вопроса, да, то есть, это был слайд, да, то есть, то, что все, что вы учите, оно расширяет ваше мышление. То есть, вот с каждой, когда вы узнаете что-то новое, вы, ну, чаще всего, если у вас там, не знаю, это для вас не перебор, можно так сказать, вы становитесь более разносторонним, более развитым, более там, в каких-то более интеллектуальным, в областях умным, там, не знаю, в каких-то чуть лучше понимаете троллей, там, и так далее, и тому подобное. Я ответил на ваш вопрос. Спасибо. Это, на самом деле, такой холиварный вопрос немного, да, можно ли программировать, не зная математики или нельзя, но, допустим, некоторые вещи без математики, да, вы можете решить не 5 строчек кода, не 10, да, и даже не 15. И тем самым потом ваши товарищи, да, которые решили вас, кроме того, еще и потроллить, да, выкладывают ваш код на небезызвестный сайт говнокодру, да, вот, и потом все смеются, да, этот чувак не знает математики. Реально, я насмотрелся на большое количество кода, да, и знаю, что математику знать нужно. Нужно по многим причинам, да. Допустим, там очень интересные алгоритмы, да, можно, не используя условных операторов, найти больше и меньше среди двух чисел, да, это вообще обменять там две переменные местами, не используя третий, да, это классно на самом деле, вот, и человек получает больше удовольствия, испытывая, испытывает больше удовольствия при программировании, используя какие-то алгоритмы, да, уже ранее придуманные людьми, да, и тем не менее это математика. Даже, как, ну, я на ты, так, ты говоришь, не зная математики, да, можно программировать, но на самом деле ты знаешь математику, и поэтому программируешь. Ты, может, ее плохо знаешь, но ты все равно ее знаешь, поэтому программируешь. Поэтому невозможно не знать математики, не программировать. Математика это 1 плюс 1. Ты складываешь числа программирования? Складываешь 100%, правильно? Ну смотри, я начну ответ, наверное. Я имел в виду без каких-то фундаментальных знаний, понимания. То есть действительно, я не знаю, взять кого-нибудь ребенка из Индии, который не имел никакого образования вообще, не знает арифметику и так далее, действительно будет сложно научить его программированию. Индусы правят рынком. Нет, мы говорим о каком-то слое, скажем. У них это очень видно, нужно так сказать. С другой стороны, мы можем научить Индуса, этого же Индуса, языку компьютера. Мы скажем ему, смотри, компьютер понимает вот три такие команды. Такую, такую и такую. Попробуй задать этому компьютеру из этих трех команд какую-то комбинацию. То есть ребенок сможет решить эту задачу. Это не математика. Он же умеет разговаривать. Это практики называется. Мы просто учим практики без понимания. Я же не спорю с тем, чтобы быть хорошим программистом. Мы определяем рабочую обезьянку, правильно? Чтобы быть хорошим программистом, нужно знать математику. Чтобы развиваться дальше в этом направлении, нужно знать математику. И причем, чем дальше ты развиваешься, тем больше ты понимаешь именно необходимость математики, каких-то фундаментальных знаний и так далее. Но начиная, только приходя в эту отрасль, ты вполне можешь жить себе с образованием бяти классов. Вот так. И тем не менее, ты потом постигнешь математику. Однозначно. Просто мне кажется, нужно было дописать. Если ты дойдешь до той ступени. То математику знать нужно. Вот смотри, мой последний слайд. Очень плохо видно просто. Ну возможно. Так вот, здесь как раз таки и написано, что программировать без математики можно. Но понимая, что именно ты делаешь, ты будешь программировать лучше. А чтобы это понять, нужно знать математику. Какая рекурсия, да? Как-то так. Спасибо. Никита, например, ты будешь когда-то, тебе придется собирать себе команду под свой проект или под свою компанию. Ты будешь спрашивать у потенциальных кандидатов средний балл по математике в университете, например? Или что-то еще связанное с математикой? Да, честно говоря, я буду. Более того, я на каждом собеседовании спрашиваю это. Я прошу кандидатов решить логическую задачу. То есть, эта задача, она связана с математикой. Она, возможно, не совсем математическая, да, то есть, но всегда обязательным условием является решение этой задачи. Ты мне расскажешь потом? Какие задачи или что? Да, да, да. Их задач куча, миллионы там. Ну я могу тебе рассказать одну. Давай. Ну хорошо, потом. А сейчас? Ну, я даже не знаю, ну просто, наверное, как-то публиковать там те задачи, которые мне очень нравятся и которые я постоянно спрашиваю не очень хорошо. Окей, окей. Я тебе тоже расскажу задачи. Я так понимаю, вопросов больше нет, да. Спасибо большое вам за то, что вы меня послушали. Спасибо большое. Может быть, ты тогда выберешь, по твоему мнению, кто задал самые лучшие вопросы. Мы подарим этому человеку подарок из Голландии и блокнотик. Сложно. А, давайте, да, давайте вопрос за самый лучший ответ, ой, то есть подарок за самый лучший вопрос отдадим вот моему человеку, который пытался быть оппонентом в споре про тематику. Спасибо.